Итак, сегодня мы будем продолжать учить слова великого еврейского учителя Бензомы, который говорит «Кто называется мудрецом, то то учится у каждого человека. Как сказано, от всех учителей своих я умудрялся, потому что твои свидетельства – это моя речь. Кто называется героем, подчиняющий своё дурное начало? Как сказано, лучше долготерпеливый, чем герой и тот, кто владеет собой, чем тот, кто завоёвывает город». И теперь я хочу вам привести то, что написано в трактате Нидари. Сказал Рами Бар-Аба, так сказано в книге Куэлит, которую составил царь Шламу. «Город небольшой, и людей в нём немного. И подступил к нему царь великий и окружил его. И поставил осадные машины и начал осаду. Но нашёлся в городе один бедный мудрец, и он своей мудростью спас город. Но никто не вспомнил про этого бедного мудреца». А теперь, что это за притча и что она несёт с собой. «И так сказано, что это небольшой город – это тело человека. Людей в нём немного. Это органы его тела. И подступил к нему царь великий и окружил его. Это Ецерара. И произвёл против него большие работы по осаде города. Что и такое – это грехи. И нашёлся там мудрый бедняк. Это Ецер Тов. Добрый начал. И спас он своей мудростью город. То есть, благодаря раскаянию, благодаря хорошим делам. Но никто не вспомнил об этом бедном. Потому что, когда тело находится в разгаре страстей, не слышен голос доброго начала. Так есть ли какое-то спасение от Ецерара? И это то, что написано в трактате Гедушин. «Если напал на тебя мерзавец этот, тащи его в бет-мидраж». И что же и будет? Написано так в трактате Сука. «Кто Ецерара, он твой враг. Так сказал царь Шлому. Он называет его Соне. Враг, ненавистник. И сказал он так. «Имру раэв сонеха в яхил ахилейгу лехэм. Если голоден твой враг, накорми его хлебом. Ва им цамэ ашке умай. А если он жаждет, напои его водой. Ва ашэм ишалэм леха. И творец отплатит тебе». «Аль тикре ишалэм леха, эле ишлемэну лах». Не читай, что отплатит тебе, но восполнит тебя. И что это значит? Объясняет это мораль из Праги в книге, которая называется «Нативоту лам». Это натив, то есть, как бы, пути мира. И этот, как путь, называется «сила дурного начала». Так что он говорит? Что это значит, то, что дурное начало называется врагом и ненавистником? Что значит «накорми его хлебом»? Каким хлебом его надо накормить? Я бы, если бы не знал объяснение, я бы сказал, ну что, надо со всеми быть хорошим. Дурное начало пришло. Дай, накорми его. Вы понимаете, что здесь что-то заключено. Царь Шлому – самый мудрый человек, который был в мире. Так что такое хлеб? Накорми ему хлебом. Он говорит, что хлебом называется тара. А если он жаждет, напои его водой. Тара называется водой. Ой, кольцамэ лехулемайм. Ой, все жаждущие, идите к воде. Хорошо. И так объясняют наши мудрецы, что есть два вида дурного начала, который упоминается во всех местах. Первое – это ецарара шель-авера. Что такое дурное начало? Влечение к разврату. И это связано с телом человека. Второе ецарара – это идолопоклонство. И это связано с нефеш, с душой человека. И оба они отменяются, если человек посвящает себе таре. Как это будет? Так сказал раби Ишмайль. Сын мой, если напал на тебя, мерзавец этот, тащи его, бет-медраж. Если он камень, он раздробится. А если он железо, он взорбется. Как сказано, вот мои слова, как огонь, говорит Творец, и как молот раздробит скалу. И человек, он должен исполнять заповеди повелительные и запретительные. Для того, чтобы исполнять заповеди повелительные, человек должен как бы заставить себя исполнять их стремительно. Потому что сказано, если представляется тебе митцва, аль-тах-ми-цена, то есть так же, как и мацу. Мы, когда делаем мацу, мы должны стремительности делать ее, чтобы она не заквасилась. Так говорят наши мудрецы. Аль-тах-ми-цена, не читай мацу, не дай ей закваситься, но когда представляется тебе митцва, не отодвигай ее, не дай ей закваситься. То есть он должен делать это в стремительности. Это заповеди делания. А заповеди неделания, этот человек должен тормозить, чтобы не бежать за дурным началом. И об этом сказано. Если перед человеком есть обязанность делать заповедь, это то, что здесь сказано, чтобы он не был как камень, который невозможно отвалить, невозможно сдвинуть с места. Понятно. Потому что это должен человек заставить себя преодолеть сопротивление. почему-то, когда надо делать какую-то заповедь, у человека находится миллион дел, ему нужно обязательно в этот момент что-то там, какую-то газету посмотреть, или что-то обязательно кому-то сказать. Ну, еще пять минут перед молитвой, еще уже пять минут, как она началась, и так далее. Это тормоз, когда надо делать. А когда надо не делать, почему-то человек легкий на подъем, он бежит, и так далее. Вы понимаете? Так вот это то, что говорится. Здесь как камень. Если дурное начало тебя соблазняет, чтобы ты не делал заповеди, это как камень. И это сказано, что иди в Бэтни Граш. И этот камень будет раздробиться, чтобы ты делал то, что ты обязан делать. Это заповеди делания. И также должен человек быть осторожен, чтобы он сохранял себя, чтобы не делать запреты. Заповеди неделания. И это противоположное от заповедей делания. Когда человек делает дурные поступки, он похож на железо. Что это значит? Как меч, как сабля, который режет. То есть, если тебя дурное начало заставляет делать зло, и нарушать заповеди, то есть, то, что сказано не делать, ты хочешь делать, это сравнивается с железом, которое обрезает и уничтожает. Это человек, который делает нарушение, он как бы уничтожает самого себя. и одно дурное начало, и другое, два проявления его, исправляет тара. Потому что дурное начало властвует только над человеком, у которого есть недостаток, ущерб. А когда человек присоединяется с той тарой, которая связана с ним, он как бы преодолевает этот ущерб. И благодаря Торе человек преодолевает дурное начало. То, что говорят наши мудрецы, человек не грешит, но только если вошло в его сердце рох штут, дух глупости. Что это значит рох штут? Когда человек говорит, ну как, ну это же чуть-чуть, ну что, одно какое-то маленькое нарушение. А наши мудрецы говорят, на что похож дурное начало. Сначала стучится в окно, и как робкий гость входит в дом, потом превращается в хозяин. То есть, даже маленькое нарушение, чтобы человек был осторожен, потому что это как верёвка, которая привязана в ведро. Маленькие кусочки верёвки, одна к другой, одна к другой. Это то, что учат наши мудрецы, что так человек как бы сказано, первый раз человек делает нарушение, это нарушение. Второй раз ему кажется, что это уже не так, страшно. А третий раз он думает, что это митсва. Так яцерара работает над человеком, это называется рох штут. Теперь мы говорим про то, что корень этого качества гвура, то есть, подчинение дурного начала. Вы можете мне сказать, во всей Торе есть только один человек, я думаю, что за историю всего человечества, который при жизни Творец присоединил своё имя к его имени. Кто это? В Торе написано. Это наш праотец Ицка Кавину. Когда Якова Кавину оказывается на горе моря, когда он уже почти дошёл до Харана и сказал, я прошёл мимо того места, где молились мои отцы, и не помолился, и он решил вернуться, было у него быстрая фицата Деррих, быстрая возможность вернуться туда, Творец сделал чудо, и вот он зашло солнце, и вот он должен лечь в этом месте. А до этого 14 лет, когда он учился в Яшиве у Шема и Эвера, он не ложился. И вот он лёг, и вот он видит сон. И вот лестница, основание её на земле, а вершина её достигает небо, и вот ангелы поднимаются и спускаются по ней, и вот он слышит над ней, обращается к нему Творец, я всесильный твоего отца Авраама, я всесильный твоего отца Ицхака. А Ицхак ещё жив. И мы знаем, сколько лет было Якову, это учит трактат Мегила, в тот момент, когда он получил благословение вместо Исава, от своего отца. Ицхаку в этот момент 123 года, да, значит, Якову ровно 63 года, плюс 14 лет, которые он учился в Яшивах, да, значит, 63 и 14, это 77 лет, значит, 77 и 60, в 60 лет родились близнецы у Ицхака, значит, 137 лет, сколько лет ему было, когда его Авраам берёт, что принести в жертву на горе море, 37 лет, замечательно, 37 лет, так вы понимаете, 100 лет служения Ицхака творцу, святая книга Зор объясняет, почему его называют Ицхак, творец сказал, родится сын, и ты назовёшь его Ицхак, да, что значит Ицхак, кто-то будет смеяться, святая книга Зор объясняет, Кецхай, это имя, то есть граница жизнь, то есть единственный человек, который после смерти жил, потому что в 37 лет, когда он сказал отцу, что привязал он его руки с ногами, это и называется окида, вот эти места связал, чтобы он не дёрнулся, когда будет отец приносить его во всесожжение, ему было 37 лет, и отлетела его душа, то есть душа, которая вернулась, то есть это жизнь уже после смерти в этом мире, он полностью отказался от своего желания, и это называется пах от Ицкак, трепет Ицкака, страх Ицкака, нет моего желания, только желание Творца, а теперь мы посмотрим, тот, кто рождается у 100-летней, у 90-летней, вы понимаете, это то, что называется Бенскуни, сын старости, вы понимаете, как мама его оберегала, как отец его оберегал, как он сам должен был любить самого себя, он должен быть нежнейший цветок, ну что, не уколоться здесь, не сесть там, как он должен себя любить, и вот это Ицкак, который спрашивает отца, я смотрю, вот дрова, вот огонь, значит, вот нож, а где же барашек для всесожжения, отец, и что говорит ему, Авраам, ашем ир эло, асэлоу ла, бни, творец покажет, выберет, чтобы был барашек на всесожжение, а если не будет никакого другого барашка, то это будешь ты, и что дальше Тара говорит, выилхушнейхен як дав, и пошли оба вместе, так же, как Авраам готов принести в жертву самого дорогого, отказаться полностью от своего личного желания ради воли творца. Ицкак готов быть полностью этой пригодной жертвой, поэтому он говорит, свяжи мне руки и ноги, чтобы я не дернулся, чтобы это была пригодная жертва. И вот сто лет служения Ицкака после Акидат Ицкак. И сказано, что он ослеп из-за того, что жены Исава возносили и воскуряли идолом, так что любой слепой творец присоединяет свое имя к его имени, только один человек Ицкак. Какое имя? Элокей Ицкак. При жизни человека. Почему творец не присоединяет свое имя, пока человек жив? Мы сказали, не верь себя, себе, до конца жизни твоей. То есть, человек сегодня, у него ангельские крылья вышел, и вдруг ангельские крылья пропали, и вдруг он оступился и упал в самую грязь. Тогда это было бы охуление имени Творца, если имя Творца с этим человеком, вы понимаете? А тот человек, про которого сам Творец свидетельствует, что он полностью посвящен Творцу. Это всесильный Ицкак. Так говорит Творец, обращаясь к Якову. Это один человек во всей Торе, и вообще во всем мире. А Авраам к тому времени уже давно умер. Только Ицкак. При жизни его, так наши мудрецы говорят, единственный человек, который полностью подчинил свое дурное начало. Понимаете? И И Яков тоже Ицкак. Это ему не говорится. Это Творец обращается к нему Якову и говорит, я всесильный Авраама и всесильный Ицкака. Это доказательство того, что при жизни Ицкака, ему 137 лет, он умирает, когда ему 180. Значит, если Творец присоединяет свое имя к нему, это то, что написано у Рамбома. Человек, кто называется Бальчуа, о котором может свидетельствовать тот, кто знает, что в сердце человека, что он никогда больше не совершит этот грех. Вы понимаете? Так это Творец свидетельствует об Ицкаке, который полностью подчинил свое дурное начало. Вы понимаете? Так есть такой человек. Каким же образом? Каким же образом? Это то, что сказано. То, то полностью связан с Торой. То, то восполнил себя. Это Ицкак. И тогда то, чему учит наша Мишна, кто называется мудрец? Мы сказали про Авраам Авину. Тот, кто в мире проявляет Творца, его качество милосердия. Он называется мудрец, потому что он учится у каждого человека. К нему бедуины приходят, к нему приходят цари, он всех одинаково принимает. Каждый человек, для него, это его гость, для него это возможность открыть ему знание его Творца. Ицкак это полная противоположность. Никакого моего желания нет. Знаете, где-то во Франции хранится оптимальный абсолютный метр, где-то под землей и так далее. Поэтому метру что-то измеряют. Вы понимаете, абсолютный отказ от своего желания перед желанием Творца. Это тот, кто подчинил свое дурное начало. Тот, кто живет в этом мире, не связанный с этим миром, как будто он там находится в Ган-Эдене. Есть мидраж, который говорит, что когда ривка, которую ведет Элиезер, она едет на верблюде. И вдруг она увидела человека. И она сказана упала с верблюда. Что такое? Кого она увидела? Мидраж говорит, она увидела Ицкак, который сказано вышел как бы беседовать в поле, то есть молиться. Это одно из выражений, откуда мы учим, что Ицкак установил после обеденную молитву, минху. Так есть мидраж, который говорит, она увидела, что он перевернут. То есть ноги наверху, голова внизу. То есть это человек, который связан с миром духовным. А здесь он как бы находится. Но это вы понимаете, что так объясняют наши мудрецы, что человек как дерево в поле. Объясняет мораль из Праги на основании наших мудрецов дерево. Мы понимаем, дерево вот внизу корни, вот ствол, вот ветви и плоды. Но замысел Творца, корень всего творения, где заключен, в той Торе, которая была перед Творцом, Творец смотрел в Тору и творил мир. Тору, Тогда где корень этого дерева? Сказано про человека, вы называетесь человеком. Вы Адам Те Адам Адам как дерево в поле. Так где же корни этого дерева? На земле или на небе? Что раньше было? Тора или мир? Мы сказали, мы цитировали, творец смотрел Тору и творил мир. Значит, сначала Тора. Так где же корни этого дерева? Корни там, а ветви здесь. И тогда Ицкак, она его видит, ноги у него наверху, а голова внизу. То есть, он оттуда. Он весь связан с миром истины. И это Ицкак. А тогда кто же такой Яков? И это то, что наш Тана Бензомо учит. Кто такой мудрец? Кто такой герой? И кто такой богач? А сам мэх бэх элько то, то радуется тому, что у него есть. Когда Ицкак говорит, брат мой, зачем ты мне послал такие подарки? У меня есть много. Что отвечает ему Яков? Возьми, пожалуйста, мой брат, потому что у меня есть коль. Что такое коль? Все. А сам мэх бэх элько то, то радуется своей частью. И что это такое? Это соединение как бы двух противоположностей. То, чего мы начали, то, что мы говорили. Есть ли абсолютное милосердие? Или абсолютный дин, закон, гвура, подчинение? милосердие. это находится в рамках отдавания, только в той системе, когда это могут получить, это называется великолепие. Соединение противоположностей в этом самая большая красота. Это есть великолепие. из циона источника красоты творец проявится. А где это цион? Сказано святостью обладает земля Израиля. Большей святостью обладает город Ирушилаев. Большей святостью обладает храмовая гора. Большей святостью обладает храм. А в храме место, которое называется святое святых. Это называется место. А там законы пространства нашего мира не действуют. Это источник красоты. Оттуда творец проявляется. Что это такое? И вот это великолепие соединения двух противоположностей. Это Якова Вину, которая называется богач, Ашир, то радуется своей участью. Есть у меня все. Это то, что мы говорим. То, что творец благословил Авраама всем. если коль. Я хочу вас спросить. Мы сейчас отсчитываем сферат Омер. До какого дня мы отсчитываем? До какого числа мы отсчитываем? Отсчитай себе 50 дней, но мы не отсчитываем 50. Мы отсчитываем только 49. а 50 это то, что если бы мы записали в буквах Торы, это коль. Кафф это 20, а лам это 30. И что произошло на 50-й день? Мы отсчитали 49 дней. 7 недель по 7 дней. И что произошло на 50-й день? Дарование Тору. Мы дошли до границы всех границ. И в этот день, по мнению Раши, обращается Творец к нам и говорит через Моша, вы хотите принять Тору или нет? Мы не спросили, что в ней написано. Как спросил Исаф, как спросил потомки Ишмаэля, как спросили потомки Лота. А что мы сказали? Что бы ты нам ни дал, мы будем исполнять. А потом будем слушать. И написано в Талмуде, кто открыл тайну эту моим сыновьям, которые ангелы на небе пользуются, исполняющую волю, слушающую его голос. То есть мы дошли до границы всех границ и сказали от тебя мы готовы принять безгранично. И тогда то, что называется безграничная мудрость Творца спустилась в мир. Какие сосуды? Сосуды тех, которые готовы от Творца принять безгранично. Это то, что ешь ли коль. И это яков авину, которая называется богач. Что такое? Есть у меня все. Что значит все? Что бы ты мне не дал, я буду этому радоваться. И приводит такой мидраж. в одном государстве умер царь. И вот молодой принц выходит на престол и его мама царица, ну сейчас она уже вдовствующая царица, мать царя говорит, ну сын мой, что ты хочешь? Он говорит, я хочу осчастливить все свое, весь свой народ, все свое государство и так далее. Что ты хочешь делать? Ну я сделаю только добро. Она сказала ему, ты знаешь, я тебе дам один совет. Давай устроим большой пир. Позвали лучших поваров, украсили дворец, но чтобы пришли на этот пир только счастливые. Счастливые, все счастливые, чтобы пришли. Назначили день, позвали музыкантов, играют фамфары и так далее. 7 часов, 8 часов, 9 часов, 12 часов ночи он приходит к маме и говорит, никто не пришел. Она говорит, ты хотела счастливить всех. Это, конечно, красивая идея. Ты понимаешь, что мир наполнен совсем противоположным. Нет счастливых. Значит, кто ты такой, чтобы ты мог это сделать? Это идея некоторая. А теперь спросили у Сабы из Келева. Вы видели счастливого человека? Он сказал, да. Кто это? Раби строил Салантер. И со здоровьем у него было не очень. И было у него страдание в семье, то есть сыновья не все шли по этому пути. И было у него много противников. Он радовался своей участи. Чему? Тому, что творец ему дает. Вы знаете, где он умер? Калининград. То, что было Клайпеда. Кенигсберг. Что такое? Он в Сарбону поехал. В Париж. Что такое? Там есть еврейские студенты. Вот там в Париже уже вот это комок, который катился с горы, вот этот шар огромный снега уже внизу. Здесь в Литве только начинают оскала туда-сюда, а там уже спустил. Вот там уже можно что-то делать, можно воздействовать. И в последний день он был в гостинице с одним еще евреем. Он его учил, чтобы не стоит волноваться, если умрет кто-то и так далее. Он его готовил к тому, как он должен воспринять то, что он оставит мир. То богач, то доволен тем, что ему посылает творец. Но только мы начали, понимаете, мы только начали вспахивать слова, которые заключены, казалось бы, в коротких словах, которые учат нас Бензома. А на самом деле в этом корень всего мира. Потому что есть внешняя сторона мира, и по телевизору не показывают Равицка-Казильбер, а показывают каких-то других людей, руководителей государств, которые отвечают и произносят пламенные речи. Это то, что сказано, когда Якова Вину спал там на горе Мория, это был центр самой основы мира. Ему, мы сказали, было 77 лет, его брат в 40 лет женился, у него уже внуки есть, а у него никого ничего, за ним гонятся, чтобы его убить, ни копейки у него в кармане нет, только посох, и вот там главный как бы стержень, на котором держится весь мир. Поэтому то, что с внешней стороны рассказывает весь мир, это история одна, а то, что на чём держится мир, так вот об этом говорит мудрец Бензон. Ну, то следующий вывод. Мудрец мудрец